Еврозона Так и есть Интересное сообщение То, что средства массовой информации Запада уже много лет находятся на функциональной войне Ни разу ни беном, ни тона Красиво Как собственно и сам Запад, как НАТО К границам которого Россия подло подкралась Спасибо большое, Равиль Я прочитал все ваши сообщения Насчет подло подкралась Россия границам НАТО Это удачно Это смешно И очень удачно Проговорить Вы знаете Обратил внимание на визит Притом Оно все конечно интересно Ну вот по поводу Венгрии И Ну как вам сказать Я много раз повторяю эту формулу Что Венгрия не является прорусской какой-то страной Венгрия строптива в Европе, да Ну конечно же Венгрия, конечно же В своей строптивости Очень сильно мешает Европейским чиновикам Вести молниеносный Прям я не знаю Какой-то Ну систему управления Молниеносно Наверное Они не могут захватить Но вот этот вот брюссельский аппарат Они должны как-то Модифицировать И в своей модификации Польша и Венгрия Только две страны Которые меняют очень сильно Вообще Вот эту брюссельскую повестку Но это внутриевропейский разговор И как только вы слышите Что санкции вступили в силу Значит Венгрия подписалась Под этими санкциями Венгрия Она отстаивает Свои интересы И в этих своих Интересах Вопрос А вот Как происходят Заседания За закрытыми дверями Когда Венгрию справа Слева Мне кажется Второй Кому так выкручивают руки Сильно В Евросоюзе Но это не Член Евросоюза Это Сербия Конечно Ивучич А это Внутри Евросоюза И там достаточно Все опытные Как выкручивать Мягко руки И говорят Хорошо Вот вам нужен Российский энергоресурс Там российский газ Российская нефть У вас нету моря Вы не можете Закупить Доставка Грузовиками Танкерами Это нереально Поэтому Мы даем вам Мы понимаем Вашу проблему Мы хотим Наказать Россию Чтобы Россия Не покупал Никто газа Бред Севые кобылы Они хотят Себя наказать И они это делают Изящно Но это Американский сценарий А вот Венгрия Что мы можем Для вас сделать Чтобы вы не покупали Российский газ Так Скажу я вам Чтобы вы не покупали Российский газ То нужно придумать Какой-то другой Газ Смотрим на карту Какие у нас Существуют Еще Кроме Как у венгров И у русских Связь И так Турция Греция Италия Норвегия Далековато Через Польшу Через Чехию Наверное Надо везти Кто у нас Еще есть А давайте Посмотрим на Среднеазиатский регион Кто у нас Тут есть Таджикистан Прекрасно Так Венгрии Не попробовали Вы построить Какой-нибудь Трубопровод Из Таджикистана Что-нибудь Придумать И в принципе Среднеазиатский газ Будет у вас Венгрии Тогда мы у русских Не будем покупать Сказано Сделано И тогда Двусторонние отношения С республикой Таджикистан В Венгрии Очень быстро Быстро Складываются И очень хорошо Я к тому Что конечно Это же В данном контексте Во всем Не получится Газпром обойти Конечно же Венгрия имеет Свой интерес Мы на это Не влияем Никак Но просто Еще раз Хочу подчеркнуть В Венгрии Интересно Когда она Отстаивает Свои интересы И мы с ними Ну попутчики Еще в Венгрии Интересно Когда отстаивает Консервативное Мышление Европы Вот кстати О Сыкульском Сыкульский Который Мы упоминали О создании в Польше Пророссийского Политического Формирования Сыкульский Он кстати Националист И Национальная идея По этому Я понимаю Моя рука Тянется к чашке С кофе А у нас Моя тянется К кнопке Сейчас вернемся В эфир Продолжаем программу О Сыкульском Националисте Националист Дело в том Что националист Вот в этом Есть какой-то Понимаете Особенно После Украины У нас Есть ощущение Что-то здесь Не так Какой-то привкус Такой особый Националист В хорошем смысле Слово Вот Можно ли сказать Русский националист И чтобы это был Хороший акцент Мягкий Мне кажется Националист В этом уже Скрыт Какой-то Подковерный Смысл Есть нагрузка Такая негативная Но Как раз Националисты Говорят о национальном Мышлении Суверенном мышлении И Национальное Суверенное мышление Оно вне американцев Оно должно быть В европейском Каком-то осознании Но та зелено-либеральная Политика Которая есть Она на самом деле Есть такая программа Диттердем Посвятил бывший депутат Днудестага От партии левых Он под знак вопроса Поставил фразу О том Что новые зеленые Это новые фашисты Европы Насколько это так Вопрос не с точки зрения Философии А с точки зрения Если оно белое Мычит Рога есть И дает молоко То это корова Ну называйте вы ее Как хотите Но это корова Вы можете придумать Свои собственные названия Можете говорить на другом языке Существо Порнокопытное Что угодно говорите Но это корова И как бы вы не обличались Там в демократию Как бы вы не демонстрировали Того что вы приверженцы Избирательной системы Все замечательно Если ваши поступки Говорят о том Что вы А. Убиваете СМИ Б. Вводите дискомбинационные меры По отношению к группе лиц Например как коммерцбанк По отношению к гражданам России То извините Но вы смердите Тридцать третьим годом Европейским Вы знаете Часто говорят о Германии Да в Германии Нацизм появился Но на самом-то деле А что Европа Не была заражена фашизмом На тот момент Еще как была Еще как была А что Немцы всех заставляли Всех гнали Все эти корпуса Иностранные Которые были Вместе с фашистами На советской земле Это что там Чудовищных преследов Добровольно записывались Добровольно Вот Но я возвращаюсь К Орбану И его визиту В Среднюю Азию Нужно ли нам Опасаться Коротко Того что Как-то повлияет На экспорт Российского газа Договоренности И что-то новое Что будет построено Между Средней Азией Регион Там Азербайджан Таджикистан Туркменистан И вот что-то Протянется в Венгрию Вы знаете Я не думаю Что это влияет Ни на геополитику На самом деле Ни на Экспорт Для некоторых Это импорт Энергоресурсов В принципе Это ожидаемо Просто Когда в Европе Орбану Говорят Сделай это У меня ощущение Очень простое Не просто Орбан поехал А у меня ощущение Что он вернется И скажет Ну мы же задекларировали Намерение Договорились Все Мы в этом отношении Работаем Поймите правильно У русских Будем покупать И дальше То что хотим покупать За это время Фьючерсы По индексу ТТФ Латынью 371 доллар За 1000 кубометров А На закрытии Торги были 296,5 доллара То есть Газ в Европе Цена Как-то очень странно Очень резко Вырос Притом Поднялась Выше 300 долларов Это Я говорю О конце мая Притом Вроде бы как Вроде бы как В газохранилище Европы заполнены Нормально Ничего не превышает Вдруг с чего Такой резкий скачок В цене на газ Ну по одной простой причине Потому что Утечка газа Произошла на Норвезском СПГ Экунер И в этом отношении Вот эти вот Скачки У меня вопрос К себе К вам К специалистам Россия подставляет Плечо солидарности В этот момент Или Россия Просто торгует На бирже Я вам говорю Россия не подставляет Плечо солидарности Как раз в капиталистическом Мире Надо Приходишь на биржу Покупаешь Кому надо больше Это торги Тут покупают больше Можешь заплатить дороже Плати дороже И европейско-американская Политика Объединенного Запада Она направлена на то Чтобы сломать Свободный рынок Рынок Не является Свободным Он политизирован У этого не покупай У тебя санкции У этого Этому не давать Деньги взаиме У тебя санкции Конечно это политизация Свободного рынка И это то В каком мире Мы сегодня находимся В линейке сообщений Газета Wall Street Journal Написала Что немецкие Исследователи Имеют новую информацию И должны изучить Что Польша Вот здесь Мария Вот теперь Польша Не народ Польши Не польская Представила Теперь Польша Польша Которая власти Да Польша Которая Польша Была центром Логистики И также Польша Которая страна Польша Которая территория Которая имеет границы Которая имеет спецслужбы Польша Которая имеет власти Была центром Логистики И финансирования Терракта На Северном потоке Как интересно Закрутила Wall Street Не открутятся Теперь немецкие Следователи То есть где-то утечка Произошла Не знаю почему На Wall Street Не на том же билде Которому сегодня Мы посвятили Первый час Вот Но Интересно Ведь Давайте так Внутри немецкого Мышления Конечно же Конечно же Внутри немецкого Мышления Есть Вот этот Маленький Маленький Нюанс Притом Очень-очень Нехороший Нюанс А что Если это Соседи С нами Так поступили А что Если это Украинцы Действительно С нами Так сделали Ну Война Закончится Билатеральные отношения Начнут потихоньку Восстанавливаться Построим фундамент Потом первый этаж Потом второй Это если фундамент уничтожат Если совсем разорвут Дипломатические отношения И Запустим Если не газ То аммиак Если не аммиак То водород Если не водород Но это наши Это наши Не приходи к нам И не взрывай Наши И выяснится Что это совместно Например Поляки с украинцами И что Ну вот Ну давайте так Есть что Что леопарды перестанут Поставлять Или как там Соберут экстренное заседание Потом вызовут И скажут Ну вы этого не делали Зеленский скажет Я не отдавал такого приказа И все ему Ну все Ты не отдавал Слава богу Работаем дальше Это какие-то мелкие Там надо кого-то посадить Кстати Ребята Которые взрывали Северный поток Бегайте Бегайте Я могу назвать Единственную точку Где у вас Кстати Будет гарантия на жизнь Вас Сотрут Ликвидируют Зачистят в любой точке Куда дотянутся спецслужбы Которые вас курировали Вы им очень мешаете Вот Несмотря на то Что вы Наносите ущерб Кое-кому Там Я имею в виду сейчас Тех кто потребляет газ Вас только в России Смогут Защитить Бегите в Россию Давайте показания Но другого выхода У вас нет Вдумайтесь В какие жернова Вы попали Или вы думаете Что вас сейчас Пощадит Тех кто вам давали заказ И в этом отношении Конечно Они все все понимают Сами все понимают Но сам факт того Что Германия изучает На уровне Следственного комитета Причастность Именно Польши Нас меньше минуты Именно Польши Говорит о том Что Немцы Соседям Точно Не доверяют А соседи Не считаются С немецкими Интересами Вот такая она Любовь В семье Евросоюза С вами был Владимир Сергенко Встречаемся Завтра Там же В то же самое Время Благодарим всех За внимание До завтра Еврозона Вести ФМ